Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Среда 23 августа и давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели неспособность обновить максимальное значение предыдущей торговой сессии 21 числа. То максимальное значение, которое находится в области 1.1827 и к концу торговой сессии пара евро-доллар снизилась, подойдя к уровню поддержки уже в области 1.1729. На текущий момент вероятно начало коррекционного движения по данной паре, но для подтверждения начала нисходящего краткосрочного тренда по данному активу нам необходимо дождаться закрепления ниже отметки минимальных значений, которые были вчера. Это область 1.1744. Пока на текущий момент мы торгуемся выше этого уровня, основной сценарий остается на покупку, но в сравнении с другим инструментами, по которым мы видим укрепление американского доллара, вполне вероятно продолжение нисходящего коррекционного движения по данному активу. В сравнении с евро пара британский фунт и американский доллар вчера смогла закрепиться ниже уровня поддержки, который находится в области 1.2830. Это те минимальные значения, которые мы видели на прошлой неделе и несколько последних торговых сессий на этой неделе. Поэтому сейчас в рамках тенденции на часовом таймфрейме мы можем отметить то, что основная тенденция остается на ослабление. Возврат к покупкам может произойти в том случае, если пара уйдет выше уже максимальные значения, которые были отмечены вчера и в понедельник. Это отметка 1.2916. Пока торгуемся ниже этого уровня, идем по альтернативному сценарию, то есть на снижение британского фута по отношению к американскому доллару. Цели по снижению, если эта тенденция перерастет в что-то большее, кроме как краткосрочной и среднесрочной коррекции, то это уже снижение в область 1.2580. Пара австралийский доллар, американский доллар также вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 21 августа. Поэтому сейчас основная тенденция в рамках уже часового таймфрейма идет на ослабление австралийского доллара по отношению к доллару американскому. Возврат к покупкам может произойти в том случае, если пара уйдет уже выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера и закрепится за отметкой 79.50. Пара американский доллар, японская иена также делает попытки укрепиться. Сегодня с утра мы видим, что пара пробила максимальные значения, которые мы видели вчера, и максимальные значения 18 августа, пятницы. Поэтому сейчас в рамках уже часового таймфрейма вероятно начало восходящего краткосрочного движения с целями в область 110.89. Если пара впоследствии сможет преодолеть отметку 110, то тогда уже вероятно продолжение укрепления американского доллара в область 111 и 112. Возврат к продажам, а значит и возврат к основной тенденции произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в понедельник. Это отметка 108.60. Пара американский доллар, канадский доллар. На текущий момент вчера мы видели обновление минимальных значений, закрепились ниже этих уровней, но к концу торговой сессии вернулись обратно в диапазон. На текущий момент, если брать данную пару, то здесь будет показательна та ситуация, при которой мы увидим либо уход выше максимальные значения, которые мы видели в понедельник. Это отметка 1.2608. И тогда также сценарий на укрепление американского доллара будет актуален и по данной паре. И в свою очередь, ретеративный сценарий в сторону основного ослабления, которое может быть по данному активу, это уже закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Отметка 1.2525. Поэтому по данной паре нужно быть предельно аккуратным в торговле. Пара евро-фунт. Здесь также пока ничего не поменялось. Сейчас тенденция продолжается на укрепление. Волатильность снижается. Вчера внутренневная волатильность достигала порядка всего лишь 23 пунктов. На текущий момент ближайшая цель это закрепиться выше максимальные значения, которые были вчера. Ну а в свою очередь, если мы увидим уход ниже минимальные значения, которые были вчера во вторник зафиксированы в области 91.50, то тогда вероятно уже и развитие альтернативного сценария, нисходящего по данной паре в том числе и последующим уже снижением. По золоту мы также видим торговлю в достаточно узком диапазоне. Верхняя граница обозначена максимальным значением, которое мы видели в понедельник. Это отметка 1.293 доллара за тройскую унцию. Нижняя граница – это фактически минимальное значение этой недели и прошлой. Отметка 1.281 доллара за тройскую унцию. Если говорить о основной тенденции, которая сейчас преобладает, то это тренд на укрепление золота. В свою очередь, ближайшая цель по текущей ситуации – это закрепиться выше уже отметки 1.292 доллара за тройскую унцию. В свою очередь, если золото сможет уйти ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, точнее за отметку 1.281 доллара, то тогда уже вероятно начало коррекционно-нисходящего движения по данному активу. Нефть марки Brent также консолидируется. В рамках часового таймфрейма пока приоритет мы отдаем покупкам по данному активу, но до тех пор, пока нефть торгуется выше отметки 51.34. Уход ниже данного уровня, закрепление за ним возвращает нас уже к продажам и, соответственно, продолжение уже среднесрочной, долгосрочной тенденции на ослабление нефти. По индексу DAX, вчера в второй половине торговой сессии мы видели закрепление выше максимальных значений, которые мы видели 21 числа и в прошлую пятницу. Это отметка 1200-12200. И сейчас индекс DAX уже идет на второй заход в область 12315. В рамках часового таймфрейма мы видим укрепление, но если мы возьмем более крупный четырехчасовой и дневной таймфрейм, то основная тенденция остается на ослабление, поэтому очень вероятно формирование уже вновь нисходящей тенденции в рамках часового таймфрейма, но вблизи уровня 12315. Возврат к продажам на текущий момент разворотный уровень, который мы можем отметить, находится на минимальных значениях понедельника. Это отметка 12018. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы вы можете оставлять под этим видео. Если вам оно понравилось и было полезно, то ставьте лайк. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем хорошего торгового дня и до свидания.